Завтра, 12 декабря, в Краснодарском музыкальном театре состоится премьера оперы Евгения Онегин. Приурочена она к 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Зрителя ждет встреча как с любимыми артистами нашей труппы, так и с приглашенными звездами Мариинского театра. Это не первая постановка оперы на краснодарской сцене, но есть все основания считать, что она сможет стать одной из самых ярких. Эту оперу иногда называют опера-эхо. Здесь оркестр, хор и солисты мастерски подхватывают друг друга, тем самым давая возможность зрителю услышать всю палитру звуков гениальной партитуры классика. Наш корреспондент Екатерина Славянская накануне премьеры встретилась с дирижером-постановщиком и музыкальным руководителем спектакля, специально приехавшим из Санкт-Петербурга Владиславом Карклиным. Все подробности узнаем у нее. Рады приветствовать вас в Краснодаре. Вы уже в нашем городе частый гость. Комфортно работаете с нашей труппой? Да, впервые мы встретились на фестивале «Опера без границ». Тогда я открывал фестиваль «Опера и паяца». У нас была одна репетиция с оркестром, но мы как-то сразу понравились друг другу. И у нас наладились очень хорошие творческие взаимоотношения с солистами и с хором. Мировая величина. Все-таки Чайковский, Пушкин. Расскажите, почему это произведение так популярно и, наверное, самое часто исполняемое в мире? Я думаю, что Чайковский бы очень удивился, что его опера стала такой популярной. Дело в том, что когда он начинал ее писать, он писал ее просто для себя самого. Он часто говорил, что мне непонятно, когда я прихожу в оперу, слушаю, например, оперу «Аиду», я не понимаю главных персонажей, я не могу понять чувства короля, королевы, царицы, вождя. Мне интересны люди, которые живут вокруг меня. И он писал эту оперу о людях и о чувствах, которые он сам описывал в своей жизни. И в то время появление персонажей, современников на сцене, Мариинского театра, Большого театра, было, в общем-то, большой диковинкой. Потому что все привыкли к постановкам Моцарта, к средневековью, к среднековым костюмам. Но это все равно, что сейчас люди выходят в галстуках и в современных костюмах. Тогда же эта опера производила тоже фурор. Эта опера действительно вошла в репертуар всех русских театров и является одной из самых популярных русских опер за рубежом. Ее тоже очень любят. Понимают ее, конечно, не так, как мы эту оперу понимаем. У меня уже четвертая постановка. Три первых постановки у меня было с иностранными режиссерами за границей. Из первой постановки я просто ушел, потому что с режиссером не сработались. Со вторым был ужасный скандал, после которого режиссер уже на три месяца поехал в Россию, изучал русский язык. А что было не так? Чего не хватало? Ну, они не понимают содержание этой оперы. К сожалению, у нас разные менталитеты с европейцами. Хорошо. Как понимает русский человек эту оперу? В опере очень ярко представлены персонажи Онегина. И Чайковский ввел персонажа Гремина, совершенно нового, которого у Пушкина как такового нету. Это какой-то генерал. Мне очень нравится вот это противопоставление Онегина. Человек с неудавшейся судьбой, который не смог себя найти, не смог даже создать семью, не смог быть с любимой женщиной. И персонаж Гремина – это человек, который нашел себя, который видит все несовершенство этого мира, которое его окружает. Но в то же время нашел в себе и силы сделать карьеру и сохранил душевную чистоту для любви и создания семьи. Как Вы считаете, почему у оркестра выделяется особое место именно в этой опере? За рубежом называют эту оперу «Эхо». Очень часто оркестр или превосхищает мотивы, которые возникают у солистов, или повторяет несколько раз иногда то, что спели только что солисты. Скажите, пожалуйста, а вот Вы сами, когда Вы поняли, какой будет постановка в Краснодаре, вот у Вас по ощущениям, что это за постановка, какая она? Ну, я очень счастлив, что я работаю с Алексеем Олеговичем Степуняком. Наконец-то у меня русский режиссер. Мне очень нравится, что мы ставим оперу без особых режиссерских затей. Знаете, у меня уже были Онегины, которые приезжали на мотороллере, Татьяна, которая стреляла из лука. У меня была Татьяна, которая ела суп в последнем действии. Вот эта постановка лишена вот этих ненужных фантазий режиссерских. Тут все сделано по Пушкину и по Чайковскому. То есть такая классическая версия. Да, классическая-классическая версия. Спасибо огромное. Ну, посмотрим, что из этого получилось. До новых встреч. Спасибо.